Мы поднимем первую, дай Бог не последнюю, Чашу мёда дикого за Сибирь великую. Здравствуйте, я на берегу Енисея. Вот эта река сыграла в моей жизни огромную роль, не только в моей, наверное, и у многих из вас. Сейчас, смотрите, я должен был умереть где-то лет сорок. Да, где-то лет сорок. А я до сих пор жив. Почему так случилось? Ну, наверное, за один число мне удалось позже как-то установить, что всё-таки существует то ли ангел-хранитель, то ли какой-то компьютер, который поддерживает работоспособность нужным организмам. Мой организм оказался нужен. Вот. Несколько мировых открытий. Извините, не скромно говорю, но дело в том, что сейчас об этом практически наука не знает, а это всё и знать не хочет. Вот. А у нас всё развивалось своим путём. Я подружился с несколькими исключительными людьми, личностями. Они же и садоводы. Вот я о них много рассказывал с восхищением, с огромным уважением. Вот. И рассказывал о своей жизни. Тогда, когда он, наоборот, кому-то пытался помочь, учитывая, что появился опыт выживания. Уже не жизнь для выживания. Условия были разные. В разные годы, в разные десятилетия. Всё было. Пожар, нищета. Это при том, что багаж в голове был огромный, неоценимый до сих пор. Вот. А получилось так, что Котолчок не дал Латинков Юрий Алексеевич. Я когда рассказал ему, как я спасся от это, от страшной, смертельной астмы, он сказал, а причина-то не просто в воде что-то купаешься. Многие же купаются в проруби, но всякое бывает. А ты вот, тебе помогло. И вот он мне говорит, Константин, знаешь, что тебе помогло? А ГЭС, с высоты 200 метров падает вода. Получается, когда она падает, получается, это гигантский напор, гигантская высота. И когда она падает, вода заряжается. Именно эта вода тебя и спасла. Ага, думаю. А если он прав, то она получается. Почему здесь нет никаких специальных санаториев? Не лечили бы этой водой. А вот потом мне пришло на ум следующее. Что еще способствовало? Или мне кажется, что способствовало? Например, эта же вода, но в каком плане? И когда я сюда приехал, в 84-м году, купил сразу, сходу купил, дать ему дачу. Вот эту, которая стала моей второй родиной за 40 лет. И, естественно, колодца не было. Дом из запилок, из досок. И сейчас я в нем хозяйничаю. Потому что другого не нажил сильно. Нажил врагов, которые, наверное, и сожгли там мой сад. А богатство не нажил. И тогда, не имея тогда колодца, так, я ходил сюда первых несколько лет. Да и некогда было. Пускали завод не до того. График ненадежный, ненормированный. Вот я несколько лет ходил сюда за водой. Каждый выходной сюда приезжал. Так, добирался как угодно. Моста не было. На резиновой лодке переплывал вот эту шею. Ничего, не утонул. Вот. А воду эту пил я, получается, не кипятя. Ну да, она с одной стороны горная вода, с другой стороны она через все то, как кипятят, правильно? Вот. А потом как-то рассказывали, что там половодие затапливают, кладбища, какие-то скотомобильники, могильники. Вот. И эту воду пил. Было так, что если бы слово пронесло, проносило. Вот. И мне все равно кажется, что эта вода меня в какой-то степени не то, что подлечивала, наверное, лечила. Вот. Мне так кажется. Но это не все. Потом начали чудеса. Вот. Сейчас, одну секунду. Постоянно жду 200. И редко-редко я их жду хорошие 200. Редко-редко, когда они хорошие. Так, ничего интересного нет. Слушайте дальше. Я привезу первым делом страшный распрох. Я уже об этом рассказал, но так как проходит несколько лет и все забывается однапрось, и хотя все 5800 фильмов моих этого не может быть, но это факт. То есть я давно должен был где-то быть в союзе журналистов, кинематографов, в общем, но кому я нужен? А фильма 5800. Естественно, что потом найти фильм на эту систему невозможно, а там уже просмотров не добавляется годами ни одного. Приходится повторяться. И вот я повторяюсь. Что получилось? Астма дичайшая. Каким образом, до сих пор понять не могу. Зима. Зима страшная. 1984-1985 год. Морозы до 40 и за 40. Это была страшная зима. Я знаю, завод пускали в неотапливаемых корпусах. И вот я, значит, выходной день в начале, по выходным, а потом каждый день. Какая чертовщина меня толкала на эту жуть. Когда я 6 часов, если нет задержки, приезжаю в город, 8-9, в черной темноте, я беру с собой. Только... Да, считайте, ничего не беру, кроме полотенца. Почему 30-35, под 40 было? Почему я пешком, да, тогда еще машины не было. Почему я это делал пешком, я сейчас понять не могу. До воды где-то минут 30-40 ходьбы по морозу. Я приходил, я раздевался. Раздевался полностью. Вот. До плавок. Опыта ноль. Ну, почему я это делал? Я тогда не знал, я потом узнал. Я заходил в воду, проплывал, ну, где-то отплывал метров 30-50, меня сносило течением. Я ниже метров 50-80 выходил. Течение сильное, как я не старался против него грести. Выходил босиком, к босым ногам мокрым прилипали, примерзали камушки. Это самое, камушки примерзали. Я вот так вот на раскоряченных ногах подходил к одежде, стуча зубами, я растирался, одевался, негнущими пальцами пытался пуговицы застегнуть. У меня ни черта не получалось. бывало так не застегнутый и это, рубашку там все-то лишнее пуговицы некогда застегнуть. Одевался, потом я ждал чуда. Теория обещала, если ты морф, когда через некоторое время после такого купания по тебе пробежит горячая волна. И вы знаете, я дождался такого момента, может, не с первого попытки, не с первого заплыва, но я дождался этой горячей волны, которая пробежалась, пронизала все тело. И дальше таки продолжалось все. Ведь я перестал постепенно насыпаться ночами, затыхаясь, выкатываясь весь воздух, потеряя практически сознание, все осталось позади. Вот что было. Сейчас ветер поднялся, наверное, у меня будет плохо слышно или совсем не слышно. У меня всегда, когда я такие темы, мне всегда что-то мешает, как плохому танцору. Если слышно, то слушайте дальше. Это, что касается астмы. В джинницком месте астма была полностью преодолена, затем и хронический бронхит. Он вроде бы остался, но уже не сильный. Вот такой уже и не мешал. Дальше, значит, шутя вылечил шпору, которая не давала мне ходить и очень тоже мне отравляла жизнь. Два тазика, а перед этим похождением по врачам таблетки не помогли, значит, лазер не помог на рентгеновской снимке шип на рост соли на кости, на пяточной кости. Тогда, значит, я два тазика, один скип горячей с водой, другой с ледяной водой, попеременно ноги туда-сюда, пока терпят туда, пока терпят сюда. Вот, через несколько недель шпора исчезла, надеюсь, навсегда, последних 30 лет шпоры нет. Но это по ходу. Кстати, помните, есть такое выражение, не повторять. Вот, я когда рассказывал про мои купания в Енисеи, я потом, мы уже собрали компанию, нас уже было много, мы были счастливы, мы ходили толпой, толпой, не то, что в одиночку ночью. Вот, я продолжал моржевать. Потом реже, потом снова спохватывался, чуть здоровье начинает сдавать, я снова, ну, в общем-то, вспоминаю еще Латинкова, который сказал, что у вас вода волшебная. Я специально возле этой воды волшебная. То есть, тут получается так, и воду эту пил, в воде в этой мерз, ставя организм на грани выживания. Это жутко, когда неопытный этот морж. Ну, а так как я жутко рассказал, теперь расскажу, как я все-таки умнел на ходу. Уже через несколько посещений Енисея, когда я буквально издевался над собой, я стал одеваться по-другому. Я одевал, допустим, пару штанок, но уже без этих, без пуговиц на ширинке. Я не одевал рубашку, я одевал два свитера. Естественно, на них пуговицы не было. Вот. И сразу на гол одел один свитер, потом второй свитер, сверху телогрейка, обыкновенная телогрейка. Вот. Что тело греет. Значит, на голове шапка и брал с собой, ходил в зимних ботинках, но брал с собой уже валенки. И когда я вылезал из воды, я был уже хитрый-хитрый. Я сразу вставлял ноги в валенки, босые, мокрые ноги, в валенки. Я одевал на голову шапку, нырял всегда с головой. Это не тот эффект, если ты наполовину только. Ну вот. На голову на мокрую шапку одевал ушанку и накидывал теплый халат, купальный халат. А потом уже с таким умным видом уже не мерз вообще. Растирался под этим, под халатом незастегнутым растирал тело. А потом уже спокойно одевался. Вот. Придумал еще одну хитрость, хотя это слабость была. Я знаю, что там алкоголики очень много стекла битого оставляли в берег Енисея. Где еще не выпить и не разбить бутылку. Вот. Я одевал толстые-толстые носки шерстяные и прямо в них купался. Единственная слабость. Даже воду комфортнее заходить было в толстых шерстяных носках. Уже не так холодно кажется. Кажется. Вот. Но зато купался подольше. Потом толпой, потом появился клуб моржей. И уже настоящий клуб, сауна и прочее. Вот. И это рекомендую всем. Нельзя начинать водяночку опасно. Можно было там же и утонуть. вот. Ну, когда-то лет 15 назад прозвучала в городе женщина учительница средних лет в это самое праздничное купание, как оно называется, крестьянский мороз, крестьянский праздник, нырнуло и это самое, у нее остановило, тромб и остановилось сердце. Вот. Пусть один случай на тысячи, даже на сотни тысяч, все равно горькая правда. То есть надо начинать уже, видимо, не так резко, как я начинал. Вот. Тем более у меня уже этот еще не знал, что у меня еще будут другие проблемы. Наверное, многие мои друзья, это продолжение темы, ну-ка, запись идет, идет. Многие мои друзья еще онкология кончали. Я работал в цехе, где ПДК превышался в сотни раз. Это было ужас какой-то. Вот. Утром положишь монеты, чистые, медные монеты тогда были в ходу. Вот. А к вечеру они покрывались толстым слоем. Прямо на столе лежит в кабинете моем. Я все-таки был каким-никим начальником. Ну, кабинет, дверь открыл, вот он цех. И тогда этот самый покрывалось тогда солями это сульфатом меди. Вот. Меди, никеля. У нас было медно-никелевым, мы работали с медно-никелевыми. Начиналось медно-никелевым хруто, а потом уже наша работа гидрометаллурга. Вот. И по идее я должен был тоже долго не прожить. Вот. Тем более у меня были печальные примеры перед глазами. Тогда я, значит, кто меня толкал толстого, неповоротливого, всю жизнь лишний вес. Ружье, тяжеленный рюкзак, всегда берешь с собой побольше. Часто с ночевкой под елкой. Вот. И в горы, в горы, в горы, в горы. Тяжелейшее дыхание, тяжелейшее до хрипов, тяжелейшее, тяжелейшее. А потом в какой-то момент, даже не с первого месяца, не с пятого месяца, надежды это случилось. Вот. Видимо, на рельские запасы у меня в это, у легких, в бронхах. Вот. Начинало рвать, рвало страшно. Желто-зеленая слизь, пол-литра, литр. Откуда оно там, где оно там лежало, которое должно было меня отправить на тот свет. И вдруг из меня рвота, 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 рвота. Я кашляю, меня рвет, я не могу остановиться. И я в несколько раз, в несколько походов, я полностью себя очистил. Помогла невероятная перенагрузка. Запоминайте, друзья. перенагрузка. Я перегрузил свой организм физически так, что я дышал, дышал, дышал. У меня воздух самого-самого этих, которые уже давно перестали работать, с нижних горизонтов легких. И вдруг пошла оттуда рвота. То есть я умудрился вычистить, вычистить, вычистить до нуля. и поэтому я сейчас жив. Это только начальные рассказы, у меня их еще много за душой. Некоторые помогут вам спасти жизнь. Благодарю за внимание. Вот. Надеюсь пригодится кому-то. Но еще раз, моржевание, вот, это только с опытным наставником. Это так опасно. Мой пример положительный, а то и учительница, которая умерла, стронулся в этот самый тромб. Вот. Это другая крайность. Надо умудриться остаться живым и вылечиться. Благодарю за внимание. за внимание. Продолжение следует...